Всем шалом и добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу Хискель, и мы уже добрались до 23 главы. У нас еще одна глава, после 23-24, это будут главы о разрушении, о пророчествах о разрушении, а потом на этом, скажем так, часть пророчеств книги Хискель о разрушении закончится. Потому что книга Хискель, первая часть — это разрушение, вторая часть — это утешение. В отличие, например, от книги Хискель, где в основном только одно разрушение. Наша глава, которой мы займемся, мы сегодня начнем, мы не закончим, немножко длинноватая, это глава 23, глава книги Хискель, чем-то напоминает, скажем так, многим напоминает 16 главу, которую мы учили, где идет аллегория, притча о девушке-девочке-найденеше, которую Всевышний вырастил, который, то есть тот человек, который нашел, вырастил, он ее нашел, скажем так, в ужасном состоянии, вырастил, вложил в нее много душу и сердца, а она когда выросла, он ее в жены взял, а она взяла и начала ему изменять и так далее, и так далее. То, что мы учили, и в принципе там, там глава была весьма тяжелая, описание распрата и поведения, понятно, что это найденыш, девочка найденыш, что Иерусалим в аллегории, то есть когда мы переводим с аллегории, о чем идет речь, и так, скажем так, описания распутства весьма тяжелые, и уху, и прочтению, но наша глава будет еще тяжелее, еще хуже, еще страшнее описания, скажем так, очень неприятные и очень тяжело их читать, вы это скоро услышите, и тем более учить, ломашка, совсем тяжело. И скорее всего и содержание, и скажем так, так как описывается, становится все более тяжелым, тяжелым для уха, из-за того, что разрушение храма в описании Хискелева, пророчества, в пространстве все ближе и ближе. Как мы сказали, в конце концов, следующая глава, 24 глава, закрывает весь описание о пророчестве, о разрушении, и начинается уже утешение. Итак, у нас наша глава открывается с того, что нам представляют перед нами двух сестер, Шумрон, Самария, то есть из Израильского царства, и Иерусалим, Иерусалим, Иудейское царство. И сказано так, «И было слово Господня ко мне сказано, сын человеческий, были две женщины, дочери матери одной, и блудили они в Мицраине». «В юности своей блудили, там мяли груди их, и там измяли сосы их девственных». Это описание страшное. «А имена их Агола, старшая, и Аголева, сестра ее. И стали они моими, и рождали сыновей и дочерей. И имена их Шамерон, Агола, и Иерусалим, Аголева». В самом начале главы уже ярко видно различие между нашей главой и шестнадцатой главой, где описывается про девочку-найденушку. Во-первых, шестнадцатая глава начинается, скажем так, с не самой лицеприятного описания, скажем так, откуда родилась Иерусалима, то есть откуда появилась Иерусалима, там описано «Авиха и мури веймех хитит», то есть «отец твой и мэритянин, а и мать твоя хититянка», то есть если вы думаете о ней. И мы там объяснили, о чем идет речь, кто хочет, может, прохлечь на уроке и послушать. В нашей же главе нет никаких, скажем так, неприятных эпитетов по отношению к родителям и идет просто объективное описание «бнот эм ахаб гаю», то есть «дочерьми одной матери гбы». Второе различие. В шестнадцатой главе младшая сестра, скажем так, это Иерусалим, младшая сестра получила намного больше внимания и описания, чем старшая сестра, которая Шамрон, царство Израильсия. Там Шамрон получил всего лишь несколько стихов, не более того. Например, «Ахутех Абдула, Шамрон вебноте». То есть «твоя старшая сестра Шамрон и ее дочери». Кстати, нужно понимать, что Шамрон – это Самария, то есть это не место Самария, это город Самария, город Шамрон, или он еще называется Себастье. То есть Себастье, город Себастье, находится в Шамроне. Сегодня туда не попадешь, только с военным, потому что находится на палестинской территории. В любом случае, в нашей главе, вернемся к нам, то есть в нашей главе нам описываются две сестры с самого начала, и, в принципе, Шамрон получает весьма широкое место и описание. Мы попробуем понять дальше, в чем смысл разницы между двумя этими главами, почему то есть изменилось, но это позже. То есть, во-первых, давайте начнем разбирать. Итак, две сестры упомянуты сразу вместе в начале, скажем так, в начальном этапе их жизни. Имеется в виду, что в Египте народ Израиля еще был объединен, но не был разбит на две части, на два лагеря, как Израильское царство и Иудейское царство. Здесь колен и Иудейское царство, там Бихойны, там Делевиты, и колено Иуды, и колено Бегамина, замесю Шимона. В принципе, описано, что уже на начальных этапах, даже когда это был всего один народ, они блудили. Обе сестры, то есть весь народ блудил, был блуд, и, в принципе, это вполне подходит к подходу пророка Ихискеля, мы уже объясняли в 20 главе очень широко, что грехи народа Израиля выдало полуонство, а их зародыш еще в Египте. То есть все началось еще в Египте, в самом начале. Окей. В отличие, кстати, от 16 главы Шамрон Иерусалим, то есть Шамрон Иерусалим получает ненастоящие имена. В 16 главе называются своими именами. Здесь Всевышний дает два имена. Когда Шумрон называется Огала, а Иерусалим называется Огалибак. Что смысл этих двух имен? В принципе, Иерусалим называется Огалибак, объясняет Радак. Мой шатер в ней, и там я обитаю. Имеется в виду, что Всевышний, Шхина Всевышний находится в Иерусалиме. Там находится его обиталище. Дело в том, что обиталище из Шхины всегда называется Огель, шатер. Причем даже когда же Шлумо построил храм, здание стоит, а не шатер, все равно продолжается называться шатером. Более того, жилище, как таковое народа Израиля в пустыне, тоже называется шатер. То есть шатер – это жилище. И, допустим, в Тегли мы тоже видим, когда хотят описать поэтично место жительства кого-то. То есть, да, в принципе, появляется слово Огель, и Огель – шатер – обозначает место, где кто-то обитает, живет. Например, царь Давид говорит, «Им а вот бы Огель бейти, я войду в шатер дома моего». И так далее, и так далее. Или, например, в Мишлей, «Бейт Рашейм я шмид, вы Огаль я шарим я фрия». То есть, да, дом злодеев уничтожит, «Во Оль шатер праведных», то есть, разрастит, то есть, да, то есть, расцветет. И так далее, и так далее. То есть, в принципе, Огальева имеется в виду, это место, в котором обитает Всевышний. То есть, так называлось Абсолютом. С другой стороны, Огала, получается, это Огель-Шеля, то есть, да, это шатер ее, что намекает на прямую, как говорит Радак, «Огала киха Огель-Шеля в Эйлло» то есть, да, говорит, что Огель-Шеля, то есть, это ее шатер, но места Богу там нет. Поэтому называется Шомрон Огала. Или по-другому, то есть, из-за того, что в Шомроне было очень-очень много храмов, и которые были не по желанию Всевышнего, и против желания Всевышнего, это были многие места поклонению, скажем, Богу, но неправильным путем, включая храмы, построенные золотым кельцам, которые сделал Иравам бен-Набат в Дании и в Бейт-Эле. То есть, то, что учатся в книге Малахим, для того, чтобы они как бы показывают, то есть, типа, отделить Иерусалим, когда он разделил на два царства, Иравам бен-Набат, он поставил двух золотых кельцов, чтобы народ не ходил в храм поклоняться, и как бы это Бог Израил, золотые кельцы. Ну, мы это изучали, тему Иравам бен-Набат и золотых кельцов, мы изучали отдельно, когда говорили о... в книге Малахим, когда мы учили. Тоф. В любом случае, то есть, то же мы видим, то есть, это в Шмиде. Огаль, Огалиба и Огала. Итак, сейчас начинается описание первой сестры. Она же Шумром, то есть, да, из тех страшных вещей, которые она творит. Итак, поехали. И блудила Оголя, когда была моею, пристрастилась к любовникам к своим Кашуру, к близким его... Слово «близким» здесь имеется в виду, скорее всего, она очень странная, потому что ассирийцы, ашур, то есть, они настолько близко к земле Израиля, и, скорее всего, имеется в виду приближенных людей к царству. То есть, да, похоже, то есть, да. Скорее всего, описывающие в следующем стихе. Итак, «облаченным в синее», то есть, написано «левушей тхелет» на иврите. Что такое левушей тхелет? Это царские одежды, то есть, богатые одежды, то есть, люди, которые занимают важные посты, одеваются в важные одежды. Это «бигдэй тхелет», как мы учили в книге «Истерма», читая, например, «у мордыхая цамилих негамелех, болевуш мальфут тхелет», то есть, да, написано «выхурв» и так далее. То есть, да, вышел мордыхай перед царем, в одежде царственной, «бетхелет» из синих одежды, и так далее. В принципе, это было показывано, что это приближенные к царству особо. «Правителям и наместникам юноши красивые, все они всадники, скачущие на конях. И расточало распутство свое им всем отборным сынам Ашура, и всем тем, кому пристрастилось, всеми идолами их осквернило себя. И распутство свое с Мицраемом не прекратило, потому что лежали с нею в юности ее, и они измяли сосею девственности и изливали распутство свое на нее». Поэтому, я сказал, то есть очень тяжело читать вещи, то есть такие у меня весьма тяжелые для уха. «Поэтому предал я ее в руку любовников, ее в руку сыновей Ашура, которым пристрастилась она. И открыли наготу ее сыновей, и дочерей ее взяли ее мечом, и ее мечом убили. И стало имя ее позорным для женщин, и казни свершали. Так же, как и в 16 главе книги Хисхель, так же и здесь происходит распутство, скажем так, знут, то есть распутство в двух аспектах. Когда с одной стороны речь идет о духовном распутстве, то бишь принятие пантеона богов Ашсиевицев, Ашура, и таким образом, то есть о том, что говорят в начале Египет, то есть да, что по отношению к Египту, то есть в начале пророчества было сказано, то имеется в виду, что во всех, то есть ее мерзостях, то есть и техниках осквернилась, и все египетские, и ассиевицы, и так далее. Но, с другой стороны, если внимательно присмотреться, прислушаться к, о чем говорят стихи, тут явно есть распутство, или, скажем так, не распутство, даже больше, а проституция политическая. То есть идет обвинение, что Ашум Шумром политическая проституция. То есть на политическом уровне. В каком смысле? Начинается с того, что она поражается из-за сма, то есть это впечатлена Шумром с мужами и князьями и так далее, наместниками, правителями Шоу Ашура. Когда бахурей хэмет кулам, парашим, брахвэйсусим, то есть да, как там, юноши красивые, все они всадники, скачущие на коня. Скорее всего, это распутство, политическая проституция относится к тому, что из Шумром и израильское отцовство очень много полагалось на сирийцев. Вместо того, чтобы полагаться на Всевышнего. То есть да, в принципе, Расулство, они политически обыскали защиту у Ассирии больше, чем у Всевышнего. И дело в том, что при описании, мы видим, то есть при описании распутства с сирийцами, мы видим, что ее распутство политическое тоже. С Египтом тоже не забыто. То есть тоже оно появляется. Дело в том, что, кстати, предыдущее распутство с Египтом явно было только духовное, потому что политического распутства у Шамрона никак не могло быть с Египтом в древности, по одной причине, потому что еврейский народ был рабами в Египте, никаких политических трений или чаяний между фараоном и его рабами быть не могло. Поэтому все пристрастия и распутства и хождения за вещами чуждыми народу Израиля это только за чужими богами Египта. То бишь, имеется в виду только идолопатумцы. Но в этом этапе, когда сейчас идет описание, понятно, что речь идет о, как мы снова сказали, о государственной или политической проститутстве. То есть, в принципе, работа на все фронта и со всех сторон. То есть, в принципе, то, что цари Израиля, израильского царства положились на египтяна. Таким образом, в принципе, происходит предательство и измена союзу, который был заключен со сирийцами уже, полагаясь при этом на египтян, то есть на египет, как это происходит с последним израильским царем Гошея бен Илах. Когда я говорю израильский, я не имею в виду иудейский царь. Я имею в виду последний царь израильского царства, Гошея бен Илах. Если мы откроем вторую книгу Млахим, если я открою, 5 секунд, с вашего позволения, мы это увидим, я вам зачитаю. Вторая книга Млахим, это 17 глава, там говорится третий стих следующий. И выставил про него Шальманессар, царь Ашурийский, стал Ушея рабом его и давал ему дань. И нашел царь Ашурийский в Ушеи измену, так как тот послал послов в Сауд царю египетскому и принес ежегодной дань царю Ашури Ассирийскому. И задержал его царь Ассирийский и заточил его в дом темничный. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, мы видим здесь явно, что сначала они с Ассирийцами, то есть заводят, естественно, платят им протекшн, платят им дань, а потом заключаются египтянами против Ассирийцев. То есть, да, и если, то есть мы увидим, как это описывает пророк, когда он соединяет, в конце концов, это распутство политическое, пророк завязывает это все зародыш всего этого распутства духовное. То есть, то, что народ Израиля духовно, то есть народ Израиля в Израильском царстве духовно был распущен и покровался другим идолам, это то, что, в конце концов, привело многобожие к многодружию, скажем так, когда много друзей слишком, которые изменяют друг другу, и, в принципе, ты прыгаешь. Есть тут очень глубокая вещь. Почему? Потому что, что такое многобожие? Многобожие называется «и вашим, и нашим». То есть, да, это то, что происходило, то, что пророк Ильяу описывает. Пророк Ильяу описывает, что было, он говорит, «отмотает им по схим, а шли с и пим». То есть, до какого, до когда вы будете прыгать на двух, скажем так, по-русски, короче, если это перевести, это до какого момента вы будете сидеть одним, пятая точка на двух стульях. Имеется в виду, что вы будете Богу поклоняться и баловать. Если вы считаете, что балов Бог поклоняет всему, или считаете, что Бог, то есть, Всевышний Он Бог, то поклоняет всему. Нечего на двух свадьбах танцевать. Таким образом, почему они это делали? Потому что они хотели получить выгоду оттуда, оттуда, оттуда. Многобожие говорит, один другому не мешает. Этому помолимся, и этому помолимся, и этому помолимся, и все станет хорошо. То есть, да, где? То есть, и мы закроем со всех сторон. То же самое, оно распространилось и в политическом сфере. То есть, да, и мы с Ашуром подружим, то есть, на Бога мы не полагаемся. То есть, можно ему помолиться, конечно, но мы не полагаемся. Мы с Ашуром подружим, он нас защитит. А Ашур нас Египет защитит, называется, мы распространяли сель и в конце каток получали, мы этому изменили, и этому изменили, и этому изменили. Естественно, наказание долго себя не приходится ему ждать. Ашасирийцы, те прекрасные юноши, за которых засматривалась Шомрон, которым изменила, то есть, да, они те, которые и ударят по ней. То есть, те прекрасные юноши, в конце концов, те, которые ударят по ней, возьмут ее сыновей, возьмут ее дочерей, Шомрона уничтожит их, убьют их. За что? За предательство, за измену ассирийцам, и за то, что они положились на Египет. И в конце концов, действительно, мы читаем, это был концом царства израильского, было именно вот этот вот момент, что они изменили ассирийцам в Союзе, и положились на египтян. И мы читаем там, в шнете, в шнете, для Гоша, лакад, мэлк Ашура, в Шомрон, и легелит Исраэль, ашура, и яшебу там, в халах, и в хавор, на хар Гозен, в Араимадай. То есть, да? И в девятый год, царь Агуша, поймал царь ассирийский, Шомрон, то есть, схватил, то есть, осадил сирийский царь, то есть, захватил, и изгнал Израиль в Ассирию, и расселил их в халат, и в хаворе, в лике Гозен, и в городах Мадая. То есть, да, в принципе, это тем, что на этом закончилось Израильское царство, которое было рассеяно по Ассирийской империи. Это то, что произошло с Огала, то есть, да, она же Шомрон. Теперь мы отсюда, пророчество переходит на описание распутства Иерусалима. Распутство Кондора намного более тяжелое, чем распутство Шамурона, как и говорит первый же стих описание распутства Иерусалима. Скажем там так, «И видела эта сестра ее о Галива, и извратила страсть свою больше, чем она, и распутство ее более, чем разврат сестры ее». В любом случае, разница между сестрами, их предательством, их поведением, в нашей главе выглядит как количественно, а не качественно. Допустим, в 16 главе это явно качественное различие. И у нас это больше количественно, когда с точки зрения качественно, разницы большой нет. У них дело почти не те же вещи. Но Иерусалим получает, то есть, описание, скажем так, так это количественно, более широкое описание ее злодеяние, которое сделала Иерусалим. Причем, очень похоже на то, что делали Шумрон, и тоже не самыми приятными выражениями. Итак, давайте прочтем. К сына Машура пристрастилась она, снова сына Машура, к правителям и наместникам близким ей, облаченным великолепно всадникам скачущим на конях юноши красивы все они. Почти один и тот же Шумрон. И увидел я, что осквернилась она, путь один у обеих. То есть, путь один будет у обоих, у этих же сестер. И умножила распутся свое, и увидела мужчину, начертанных на стене. Вот интересно, что такой мужчина рассердан на стене. В принципе, имеется в виду, кстати, перевод, то есть, там на иврите сказано «бетаре аншей мехука аль-хакир». То есть, да, «мехука» это, скорее всего, идол, или что-то какие-то рисунки связаны с идолом. Окей. Рассердан на стене изображение каздимов начертанных на стене киноварьев. Припоясных поясом под чреслом их, с тюрбаном, в конце которых простираются вниз на голову, на головах их. Имеют вид двойначальников, все они подобие основ бавэля, каздим, страна рождения их. Очень интересно, весь здесь происходит. Обратите внимание, что здесь есть переплетение каздимов с вавилонянами. То есть, идет переплетение, более того, есть слово «эритсмурадам», где место его рождения. То есть, в принципе, тут очень красиво показано, что Хискель, пророк, прекрасно знает обычаи и виды одежды вавилона и каздимов. И что они отличаются, он умеет в них разбираться. Не зря, он там живет, вавилоник, мы сказали. И он, в принципе, может различить между изначальными настоящими вавилонянами и между каздеями, которые находятся среди них и пытаются подделываться под вавилон. Это очень интересная вещь. Обида, препятствия по честным экстюрбанам, в конце которых простираются вниз на головах, вид одежды, как нужно носить, имеют виды начальников, все они подобие основов бавилона. Каздим, страна рождения. Все непохорно начальникам вавилона, но они каздеют. И возлежала и возжелала их по одному взгляду глаз своих и послала послов к ним в Каздим. И пришли к ней сыны Бавеля на ложу любому. И осквернили ее распустом свои, осквернились ими, и отвратилась душа ее от них. И обнажила распустство свое, и обнажила наготу свою. И обратилась душа моя от нее, как отвратилась душа моя от сестры, то есть и вышли, то есть призрела. И умножила распустство свое, вспоминая дни юности своей, когда блудила в стране Мицраем, в стране Египетской. О, сейчас мы это скоро обрежем, что же не читать. И пристрастилась как одна из наложниц их к тем, чья плоть плоть ослинная и семиозвержение жеребцов. Семиозвержение их. Страшная вещь. Плоть, плоть ослинная на людей. Измержение и звержение жеребцов. И припомнила ты разбрать юности твоей, когда измяли в Египте сосы твоей ради груди юности твоей. Не самые приятные описания, не самые понятные. В принципе, в самом начале описания мы увидели, Иерусалим очень похоже на Шамро, то есть, да, на свою сестру. Все связано по отношению кашуру. Ведь действительно, да, скажем так, политическая проституция или политическое распутство и, скажем так, неразборчих связях политических было также уделом и царства иудейства столицы Иерусалима. Мы знаем, что иудейские цари обратялись к асирийцам в разные времена, например, царь Ахаз, про который вышла Ахаз Малахим, аль Тиглаат Пелесар, Хлесер Мелех Ашур, то есть, дай послал Ахаз посланников Тиглаат Хлесер царя Асирийского Леймора Вдыхав и Бенхани, то есть, дай Раб твой, сын твой, а левый ушени, приди избавь меня мекав Мелех Арама, то есть, от царя Арамея, Арама и мекав Мелех Исраэля и отца Израильского, то есть, которые на меня восстают, то есть, позвал, то есть, в принципе, Ахаз зовет Ашур на помощь, делает с ними, заключает союзы, и, в принципе, на этом, в принципе, получается, что на этом этапе Всевышний приходит вывод, что Шамрон и Иерусалим, они одинаково себя ведут, поэтому Всевышний говорит, в 13 стихе, и увидел я, что осквернилась она, путь один у обоих, одинаково будет, но Иерусалим не остановилась на Ашур, то есть, если уже Шамрон, то есть, Ашура, Египет, то Иерусалим, нет, она здесь не остановилась, она продолжила, и добавила разврата своего, и она начала распутаться с Вавилоном, Оголева, то есть, да, в принципе, получает, ее захватывает вид вавилонян, то есть, да, вагойского Вавилона, который, она видит рисунки Вавилона, на стенах разрисованных, и она их призовет на куда? Возвлечь на грусть, то есть, да, возвлечь вместе с Вавилоном, их, скажем так, картинки, их фотографии привлекают, насмотрелась на них, и она теперь зовет их Возвлечь с ней. И тут, в принципе, вот это вот, кстати, выражение, то есть, лишкав додим, оно очень двоякое, лишкав, это, возвежать, и так далее, додим, это и грудь, и друзья, и так далее, в принципе, тут двойное описание, то есть, двойное описание распутства. И тут очень интересно, с точки зрения простого понимания, о чем идет речь. Речь идет о том, что Иерусалим, то есть, идейское царство хочет, скажем так, опереться на военную мощь Вавилона. Его интересует военная мощь Вавилона. То же самое, как было до этого с Сирийцем, с Ашуром. Ведь снова описываются воины, которые очень красиво выглядят, которые, скажем так, впечатляют. И, скорее всего, эти стихи, скажем так, намекают на политические и государственные отношения, которые создались между Иудеем и Вавилоном. Тогда как, во времена Циткияла, тогда как царь Вавилон скинул на нос, назначает Циткиялу на царство. То есть, назначает Циткиялу на царство, и, в принципе, есть здесь отношения между Вавилоном и Иудейским царством. С другой стороны, здесь явно есть сильнейший намек на, скажем так, как я сказал, на идолопоклонство. Ветерян шеем мехокал кирс цармей хаздим хакуким бе сасар. То есть, да, то, что мы прочитали, и умеют задачальнику задались, говорили, нужно львовскими и львовскими здесь. Так. Ну, дети наши начертанные на русском языке. Вот. И умноженное раз просто свое увидел мужчин начертанных на стене изображенных хаздил начертанных на стене киноват. Я сказал, что это уже намек не только на войско, то есть, да, но также и на идолопоклонство. Откуда мы знаем, что намек идолопоклонство? У нас уже в восьмой главе мы читали, там явно шла речь именно такими почти выражениями и айдолопоклонствия. Восьмой главе в десятом стихе идет сказано так. Вэаво вейре вегине коль тавни тремесу бейма шекет коль гилюлей бейт Исраэль мэхука алякир то есть, слово мэхука алякир снова появляется сави в сави на русском языке. И вот я вошел увидел вот всевозможные образы пресмыкающих отвратительных животных, всевозможные идолы дома Израэля вырезаны на стене это явный намек на идолопоклонство. Я возвращаюсь к книгу Хескем то есть, я прыгаю с головы на голову читать. Итак, то есть, в принципе, явно намек на духовное скатывание вниз и вниз народа Израиля будь то в духовном плане, будь то в том, что они полагаются с точки зрения военного и государственного на Вавилон. В 17 стихе у нас здесь в нашей голове происходит, скажем так, переломный этап в отношениях между Иудеей и Вавилоном. Несмотря на то, что Огалева и Русалим, она была инициатором отношений с Вавилоном, то есть, когда же пришли вавилоняне с ней, к ней, скажем так, Бефоль, то есть, по-настоящему пришли, пришли к ней сын Бавиле на ложах любовной, осквернили ее распутством свои, осквернили с ними и отвратилась душа ее от них. То есть, да, как только они пришли, они ее развратили, она развратилась с ними, а ее отвратилась душа от них, от Вавилона. То есть, в принципе, о чем это идет речь? И речь идет о том, что здесь явно намек о том, что цари иудейские, то есть, цари иудейские царь иудейские, царь иудейские, восстали против Вавилона, как полагаясь на Египет. Снова Египет, то есть, в принципе, получается, кстати, то, что мы разобрали в 17 главе по поводу аллегории связанной с Орлами, с Даной Шарим, таким образом, точно так же, как Шумрон, которая изменила ассирийцам, Ашуру, с Египтом, положившись на Египту военной, политической. То же самое произошло с Иерусалимом, когда она изменила Вавилону, позвенила Вавилону и положилась на Египет снова. Таким образом, и Иерусалим, и Шумрон наказываются одним и тем же наказанием. Я обнажил распуск свое, я обнажил на это свое и отвратилась душа моя от нее, как отвратилась душа моя от сестры. Иерусалим ее. То есть, вот это вот все, что происходит. Таким образом, в отличие от 16 главы, когда там явно была подчеркнута разница между двумя сестрами, Иерусалимом и Шумроном, здесь оно стирается, в принципе, оставляя на очень минорном уровне. Итак, точно так же, как сказано по отношению к Шумрону, также сказано здесь снова прямым текстом, что Иерусалим ведет себя так, как себя ведет Иудейское царство из-за ее молодости, когда она блудила с Египтом. То есть, в принципе, как сказано, и умножила распутство свое, вспоминая дни юности своей, когда блудила в стране Египетской, 19 стих. То есть, она умножила блудство, то есть, это завязано на то, что было еще в стране Египетской. Таким образом, эти стихи, получается, завязывают Иерусалим, то есть, как аллегорию к женщине, которая все никак не может забыть своего первого любовника и изменяет с ним тогда, когда находится вообще в союзе с другими мужчинами. Она продолжает изменять с первым любовником. Это, в принципе, то сравнение, которое происходит. Несмотря на то, что Ассирия, потом она бросила Ассирию, изменила с Вавилоном. Будучи в отношениях с Вавилоном, она изменяет обратно с Египеткой. То есть, в принципе, распутница. И вот это, в 20 главе мы разбирали очень серьезно это сравнение. То есть, что проблемы Израиля, его поведение, народа Израиля, завязаны еще там, 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 и порни этого идут с загибкой. Окей. И это действительно то, что происходит здесь, большая разница между нашей главой и 16 главой. Дело в том, что оба, обе главы, 16 глава и наша, действительно, возлагают проблему и ответственность и ответственность за поведение иудея Иерусалима в том, как она ведется перед разрушением храма, на более ранние этапы ее жизни, то есть, ранние этапы развития Иерусалима, появления такового, тогда, как 17 глава находит проблему Иерусалима в том, что ее отец самаритянин, а мать хитянка, то есть, знаете, имеется в виду, что она был иусейским городом и так далее. У нас же в нашей главе в принципе здесь больше акцент ставится на нахождение еврейского народа в Египте, которая там родилась вот эта вот склонность к духовному распуску, в принципе, идти за другими богами и изменять постоянно, то есть, двигаясь за свои выгоды. Таким образом, можно понять, почему в нашей главе Иерусалим и Шумрон сравниваются, в отличие от 16 главы. Дело в том, что в 16 главе основной акцент стоит на различиях между двумя сестрами, между Шумроном и Иерусалимом. Тогда, как наша глава видит корень всех проблем в эпоху Египта, не в эпоху предыстории. Дело в том, что есть огромная разница между Шумроном и Иерусалимом, если мы ведем предысторию, не уходя в Египет. Когда мы ведем предысторию, не уходя в Египет, то мы видим, что Иерусалим это город, столица еврейского царства. Она родилась изначально евусейским городом, городом поклонников, который был захвачен Давидом и превращен в столицу еврейского царства и в место, которое избавился выше. Тогда, как Шумрон строился изначально еврейским царем, еврейским царем, и строился изначально как бы на основах еврейского народа. Никогда поклонных не был. Потом, естественно, Шумрон осквернил себя, поклонялся иголом и так далее, но в принципе подочеркнулось все по-другому. Таким образом, между ними есть огромная раньца, между Салимом, который начал Келусейский город, и Шумроном с влиянием одного и другого с точки полной в духом. Здесь же у нас мы углубляемся глубже в эпоху Египта, во времена эпохи Египты, Иерусалим и Шумрон у них один тот же источник. И у них в одном и том же источнике происходит вот это вот обучение распутству и попытка сидеть на всех стульях одновременно. Это происходит уже в Египте, Шумрона и Иерусалима. Интересно, на этом можно закончить, мы разобрали все. Единственное, что хочу показать, что Ирмияу, также пророк Ирмияу пророчествует о двух сестрах, которые распутствуют, тогда как поведение Иудеи считается более распутным, чем поведение, более тяжелым, чем поведение израильского царства Ирушалима. Иермияу в третьей главе, начиная с шестого стиха, показывает почти тот же самый аспект, что и Искер. «И сказал мне Господь в одни царя Ушияу, видел ли ты, что сделала распутная страна Израиль?» Это Шумрона в этом случае. «Шла она на каждую высокую гору, под каждое зеленеющее дерево, или предюлюбодействовала там, и после того, как она сделала все это, я сказал, вернется ко мне, но она не вернулась, и видела это вероломная сестра ее Иудея. И я увидел, и увидел я, что после всего то, что предюбодействовала распутная страна Израиль, и отослал я ее, и дал разводное письмо, не побоялась вероемная сестра Иудеи, а пошла и пролюбодействовала и она». Чем хуже Иудеи от Шамрона? Обе распутные. Обе задаток этот лежит духовные, уже, как сказал Ихискель, уже показывал несколько раз, мы уже это учили, лежит в египетском рабстве. Там уже началось вот это распутство, движение за чужими богами, которое привело к движениям, изменам политическим тоже. Но Иудея грех больше. Царство Израильское было разрушено. Иудея видела, за что разрушили царство Израильское, видела, что произошло, когда ты делаешь, изменяешь и в духовном уровне, и в политическом уровне. И несмотря на все это Иудея приумножила и духовное распутство, и политическое распутство, прыгая, заключая заветы одни с другим, один с другим. Из-за этого, то есть, ее разрушение тоже страшно и неминуемо. Несмотря на то, что она Огалиева, несмотря на то, что она Огель, то есть, шатер, где обитает Всевышний, несмотря на то, что это дом Всевышнего, все равно Всевышний придет его и разрушит. Тов, на этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью мы продолжим разбирать голову на следующем уроке. Так что, те, кто служит в записи, я заканчиваю на этот моменте запись. Всем всего хорошего и до новых встреч.